Всем привет! С вами интернет-магазин Kikru и сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор смартфона от компании Microsoft Lumia 540 в Dual SIM в черном цвете. Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео. Давайте посмотрим, что входит в его комплект и что он себя представляет. Телефон представлен в черном корпусе. Также в комплект идет аккумулятор емкости 2200 мАч из технической документации. Здесь идет формация сертификации, краткое руководство в совместительстве с карталоном и зарядное устройство без кабеля USB. То есть выход есть, но самого кабеля, как мы видим, нет. Самая простейшая комплектация, в стиле гарнитура в комплект не входит. Смартфон в России будет поставляться только в черном цвете. Так он еще бывает, как мы видим, с белым, оранжевым и синим. Приятный такой на ощупь-то пластик матовый. Дисплей у него 5 дюймов. С разрешением 1280-120 HD. Покрыто Gorilla Glass 3. С защитным стеклом. Также здесь шансерная клавиша. Сверху фронтальная камера. Здесь очень серьезные 5 мегапикселей. Справа расположены кнопки управления, качель громкости и кнопка включения. Сверху разъем 3,5 для стереогарнитуры. Внизу посередине разъем microUSB. Задняя крышка, как я говорил, уже матовая. Здесь основная камера 8 мегапикселей со вспышкой. Внизу прорезь мультимедийного динамика. Сам телефон по размерам в толщину получился 8,6 мм, 73,7 мм в ширину и 144 мм в длину. При этом весит он 152 грамма. Задняя крышка съемная. То есть вот здесь мы с вами, как показано, вот так открываем. Здесь у нас представляется, открыв ее для установки двух SIM-карт стандартного microSIM. И установка карт памяти до 128 гигабайта. В принципе, что хотел сказать, из-за того, что он как бы находится в такой ваннике, да, в своей крышке. Здесь как бы ничего не люфтит, не скрипит. При этом в руке лежит очень удобно. Пластик матовый, такой в руке не скользящий. Опять же, я могу легко наставить до углов дисплея, если посередине держу. Конечно, 10 сантиметров здесь едет приблизительно так же. Можно было бы сделать его компактнее, но тем не менее. Приятное, конечно, дополнением идет то, что здесь стекло Gorilla Glass 3, благодаря которому легко стираются отпечатки от пальцев. Основная, скажем так, новинка этой модели 540, то, что здесь как бы возможность синтроизировать контакты в социальной сети ВКонтакте. Так работает он на Windows Phone 8.1 с обновлением Lumia Denium. Также, напомню, здесь помимо красотских различных опциональных приложений, в том числе и в скайпе, здесь есть знаменитые Hero Maps, автомобильное приложение Hero Drive Plus и возможность загрузки бесплатного транспортного приложения Hero Transit в магазин Windows Store. Ну, в принципе, здесь и так достаточно много различных. Литрес, например, там Яндекс.Поиск, Яндекс.Музыка, Фейсбук. Также есть, опять же, FM-радио. Но здесь как бы стерео-варнитуры являются антенны. Без них мы послушать не можем, а она в комплект не идет. Также знаменитые различные Lumia истории, камера, Lumia справки, Lumia селфи. Здесь актуально, поскольку 5-мегапиксельная камера здесь шерпоугольная. Также можем настроить фотографии Lumia Photo Studio. Микс-радио. Также не забыли про офис Microsoft, это офис OneDrive, OneNote. Кстати, между прочим, здесь подается бесплатное облачное хранилище OneDrive. Скайп на YouTube я установил. Как мы видим, в принципе, достаточно много различных приостановленных приложений. Также возможность экономии заряда. Все-таки, в принципе, в режиме разговора данный смартфон может до 15 часов, ожидание 576. Если редко общаться, в среднем 3-4 дня он держит заряд. Что можно сказать по настройкам? В принципе, они, как у всех Lumia, они одинаковые. По одной системе работают. Что можно сказать? Средние об устройстве давайте посмотрим. В принципе, ничего такого. Яркость здесь имеет 3 градации и автоматическая настройка памяти здесь 8 гигабайт, но доступно гораздо меньше. Как мы видим, я установил только всего лишь YouTube, и он доступен 3 с чем-то. Достаточно маловато, конечно, безусловно. Если мы хотим что-то фотографировать, еще как-то, стать какие-то приложениями, то, безусловно, мне кажется, нужно будет установить карту памяти. Напомню, надо до 128 гигабайт поддерживать здесь. Как мы видим, фотокамеру настройка здесь можно подключить сразу автоматическую отправку OneDrive. Обещает ее обязательно обновить до 10-й версии. Видим, на данный момент, Lumia Denim. Из технической характеристики один гигабайт оперативной памяти, как мы видим, установлены. Итак, в принципе, что очень интересный, с хорошим по яркости, да, мне понравился дисплей. Ты же защищен, вот так же неплохо можно смотреть в интернете, защищен шустро открывает наш сайт. Единственное, что хотелось бы обратить внимание, что мне не нашел родного приложения YouTube, он только выбрасывает весь ярлык, который выбрасывает нам страничку. Так, в принципе, сервис в интернете достаточно удобно. Опять же, все в красочном варианте, разрешение HD 1280-720. Опять же, дисплей обладает 16 мая с половиной миллионов цветов. Посмотрим, как это будет выглядеть на канале YouTube. Набирать здесь достаточно удобно, конечно, будем-то и большие. Экраны обладают хорошими углами обзора, даже на максимальных четко выраженных границах объектов. Все хорошо видно. По звуку давайте послушаем. Звук здесь громкий, хорошо, четко слышно. Тоже проблем, что мы пропустили звонок здесь не будет, слышно очень хорошо. Фото. Что можно сказать про фото? Фото здесь основной, конечно, напор на основную камеру. Ой, простите, на фронтальную, 5-мегапиксельную, широкоугольную. Так, обычную, основная 8-мегапиксельная. То есть, в принципе, никаких таких серьезных там. Есть отношение сторон 16 на 9, 4 на 3. Все-таки кадрирование, установить по вспышке, по цвету фоксировки. Видео здесь, разрешение, как мы видим, 848 на 480, только 100 Гц. Можно высвать аудиофильтр низких частот. То есть, настройки здесь минимальные, скажем так. Давайте попробуем сфотографировать торец коробки. Что хотелось бы отметить, автофокус действительно очень, на мой взгляд, неплохой. Мне, по крайней мере, понравилось, как он работает. То есть, все-таки, несмотря на то, что 8-мегапикселей, допустим, с теми женами не сравнить. С техними 8-мегапикселей здесь они очень-очень неплохие. Мне кажется, что помогут позволить неплохие фото выдать. Опять же, широкоугольная камера позволит вам легко общаться по скайпу. К техническим характеристикам, в принципе, здесь толку приложений таких нормальных, чтобы сравнить с Android-ом, нет. Что можно от себя сказать? От себя можно сказать, что данный смартфон работает на процессорах Qualcomm Snapdragon 200 с частотой 1,2 ГГц, памяти оперативной 1 ГБ, встроенных мы видели 8, доступно меньше 4-х для пользователя. Дисплей действительно хороший, как по яркости, так и прекрасно, на мой взгляд, разрешение, плюс покрыт горелый глаз. В принципе, на мой взгляд, в своем ценовом категории он очень неплохой. Опять же, для тех, кому нравится операционная система Windows. Здесь отличная взаимодействие с компьютером. Возможность также легко, как мы видим, допустим, Word, Excel, здесь все легко доступны. Также знаменитые сервисы Hero Maps, Hero Drive, Hero Transit. Это все, конечно, и опять же, Lumia, безусловно, качество фотографии, пусть даже качество самих камер здесь, скажем, не как у топов, но оно очень неплохое. Это же для 8-ми мегапикселей мне, по крайней мере, понравилось. При этом, опять же, все это синхронизируется с компьютером, той же закладки, опять же, облачное хранилище, что это очень удобно и взаимосвязано. То есть, опять же, почта и так далее. К этим всем, конечно, чисто, как бы, вот, для тех, кто... И, конечно, все-таки гораздо меньше, чем в том же Android-приложении в Windows Story, да? Ну, если просто для работы, к примеру, или просто какие-то казуальные игрушки, то вполне, на мой взгляд, пойдет. Ну, опять же, до двух дней работаю, если мы активно пользуемся. Если редко, то 3-4. Видео показано 6,5 часов. Вот такой вот получился у Microsoft 50-40. 50-ая любя. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго.